Видео атаки малого ракетного корабля «Ивановец» с морскими беспилотниками Украины в ночь на 1 февраля опубликовало Главное управление разведки Украины. По данным ГУР, ракетный катер был уничтожен в районе озера Донузлав на западе Крыма. В ночь на 1 февраля, впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину, атаки украинских дронов подверглась Нижегородская область. Повреждений пострадавших не было. По данным Минобороны России, этой ночью Украина пыталась атаковать дронами также Белгородскую, Воронежскую и Курскую области. В свою очередь, Россия в ночь на четверг 1 февраля нанесла очередные удары с воздуха по Харькову и Харьковской области. Сообщается, что удары управляемыми авиабомбами по больнице в Великом Бурлуке привели к повреждениям фасада, крышей и окон. Когда звучала воздушная тревога, пациенты и персонал успели спуститься в убежище. Пострадали пожилые мужчины и женщины. Поздно вечером, 31 января, россияне атаковали Харьков дронами «Шахет». Они нанесли удары по гражданскому промышленному объекту. Информации о пострадавших не поступало. А накануне вечером дроны попали в два многоэтажных дома в Харькове. Вот тут я сидела, и Ваня тут сидел. Но у нас шторка спасла еще более-менее. 89-летняя жительница Харькова Маргарита Морозова пережила Вторую мировую войну. Она чудом уцелела и при атаке российского дрона. Там был чужой народ, там был гитлеровцы, там вытворяли такое, что тоже вывозили и все, и бомбили, и уничтожали, и разрушали. А теперь получается, что у нас то же самое, что разрушается все и убивают людей постоянно. И малых, и старых, любых. И любой национальности. Вот я русская, и меня чуть не убили здесь. И моего мужа, и моих внуков. Спрашивается, за что? Что мы не хотим эту путинскую политику вести? Слава Украине! Героям слава! Героям слава! Накануне Россия и Украина впервые обменялись пленными после катастрофы Ил-76. В Украину вернулись 207 военно-пленных, заявил 31 января президент страны Владимир Зеленский. Да, да, па, я уже в Украине. Меня поменяли. Да, я в Украине уже все. Я живу. Да, па, я живу. Все нормально, па. Среди освобожденных украинских военных есть защитники Мариуполя, военнослужащие, находившиеся на острове Змеиной, а также те, кто воевал на Донецком, Запорожском, Луганском, Сумском, Харьковском и Херсонском направлениях, пояснил глава офиса украинского президента Андрей Ермак. В свою очередь, Министерство обороны России подтвердило обмен, заявив, что с украинской территории возвращены 195 российских военных. Республика Удмуртка, я еду домой. Мы с коробой заедем домой. Едем домой. Воронежа дома. По данным Минобороны РФ, освобожденных россиян направили в Москву для лечения и реабилитации.